всем доброй ночи хотя уже почти 12 ночи ну приходится вот так вот отвечать на вопрос потому что завтра этот ролик надо будет делать по эсэмэском я не смог объяснить моей подписчице тут такое дело что но это уже сейчас стало модным связи с последним событием вот по запрету в нж по туристик а это вот сейчас вот большинство женщин выбрали путь в нж по замужеству срочно выйти замуж и подать заявку по а или да по семейному этому но это не только сама но как моя подписана уже и фейсбуке от мужчин есть который тоже вас желали жениться на турчанках тоже по фиктивному браку кстати максим когда приезжал сюда ему тоже предложили ну за большие деньги тоже немаленькие деньги но я сразу хочу сказать что даже не сказать а предостеречь вас о последствиях такого шага во первых это незаконно во вторых что такое фиктивный фиктивный это уже само по себе за собой влечет уже нарушение грубое нарушение всех правил вот особенно семейного кодекса и даже и может повлечь за собой не только административное наказание но даже и уголовное но конечно найти можно граждан которые захотят на этом заработать даже и женщины которые предлагают за это и немалые деньги я хочу сказать что для меня вот кажется да вот это это просто сумасшедшие это просто сумасшедшие но вы короче пойдет распишитесь да но заплатить ему определенную сумму допустим денег даже или же вы по-настоящему выйдете лишь бы чтобы у вас было самое без любви без ничего либо чтобы было гражданство или в ноже во-первых до гражданства и еще далеко очень далеко три года это просто так пишется но на самом деле это занимает четыре-пять лет я даже теперь зи вахатлеев третья женщина москвичка который двое детей которые уже 15 лет живет она не могла получить гражданство по браку потому что когда пришли проходила полиция спрашивают про нее свекры свекрова или как там или что-то про нее плохо сказали и все хорошие рапорт пошел и все и когда я не разговаривали будут еще подал она году же у меня настроение нет настроение упало гадня живу гад так хотя квартиры и и машины и и дети есть все есть понимаете вы можете стать заложниками просто того что это просто унижение да я считаю это просто унижение чтобы лишь бы гражданство было выйти замуж нет конечно мне сейчас подписчица спрашивают что вот сумма которые то но это возможно даже начальной сумму будут потом будут еще 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 путем шантажа я даже знаю вот случай вот интернет описывает девушки в фейсбуке что даже после того когда они даже гражданство получили и с мужем поругались разошлась вот и он угрожает что будет подавать чтобы ее лишили гражданство потому что она воспользовалась им тоже бывает так что там люди пишут могут лишить просто я же говорю это палка двух концах и постоянно ходить трястись короче что он может пойти сдать всякое может быть я не думаю что это выход мне кажется чем вот так вот не знаете у меня даже в россии были такие вот эти моменты когда-то даже москве когда можно было просто пойти загс и короче расписаться все нормально ну естественно эффективно брак у него квартира центры москвы короче трехкомнатная и стат москвичом знаете для меня это было унизительно я говорю нет ну такой я человек люди кто-то за квартиру женится кто-то за машину женится да или выходит замуж за гражданство за богатство его да нет для меня это низко поэтому смотрите сами да если загс будет а здесь оформляет они быстро вы уже подаете айле и уже айле получает но все равно есть вам по туристику же отказали один раз вам все равно надо будет заезд выезд делать так пишут люди там туре группы заезд выезд все равно вам надо будет делать что потому что сразу или вы должны будете через сколько там определенное время есть подавать не знаю но я бы сказал что не делайте ничего фальшивого все равно раскроется все равно раскроется избегайте любого фальшивых справок за фальшивых справок придется вам оплатить огромные деньги или даже с решением свободы понимаете, поэтому избегайте всего фальшивого фальшивых дипломов, фальшивых водительских удостоверений, фальшивых ЗАГСов все равно это рано или поздно раскрывается раскрывается, понимаете вот вот лично мое мнение вот так а так, я же говорю вы сейчас оплатите большие деньги ну возьмете это все равно будут проверки сейчас идут проверки уже придет а вы там не живете или если вы там даже живете допустим надо будет вам действительно тогда уже жить, вот даже нелюбимым человеком надо будет жить терпеть его все я же сказал уже восточный менталитет не каждая вот славянская женщина может принять тем более сейчас вот таким воспитанием вот когда-то вот лет 20 назад воспитание 30 лет назад воспитание было совсем другое сейчас совсем уже вот понимаете такие уже так что очень трудно будет вам восточный менталитет принять и еще чувствовать что вы вышли замуж только за то что в НЖ гражданство получать это самое унизительное что есть на свете для меня отлично так самое унизительное вот и жениться тоже самое по каким-то там расчетам вот это тоже унизительно какая бы она богатая не была какая бы она это не была и помните богатый наоборот жаднее чем бедный богатый жаднее поэтому у нас говорят люди курица чем жирнее тем яйца нести ему трудно потому что задний проход для яйца жиром обрастает поэтому человек чем богаче тем он жаднее я это даже недавно на своем опыте видел даже я же говорю даже вроде бы из себя представляется богатый все такое да за копейку подавится за копейку подавится наоборот щедрые те люди которые извините которых почти мало ничего есть вот такие люди щедрые а вот такие люди даже на тот свет уйдут обнимая деньги обнимая деньги я своей жизни делал уже один раз расчет хотя это было не такой же расчет и любовь была но все таки папа полковник там все такое оказалось так что ничего подобного чем люди состоятельны тем эти люди еще жаднее и крен и крен вам что-то даст ничего вам не даст наоборот вас будут доить вас будут используют как раба своего как холопа вот и в любое время вам скажут а ты кто такой был то вообще ты пришел сюда нафиг голый вали отсюда нафиг голый даже если вы пока вы там жили там обогатили их всех и этот счет браться не будет абсолютно абсолютно счет браться не будет счет будет браться то когда вы пришли туда вот это все а то что вы заработали сам вот пришли большим этим уже нет это считаться не будет что нафиг отсюда ты голый вали отсюда поэтому и женщин то же самое и женщин то же самое я не советую это вот лично мое мнение во первых во вторых я же говорю это здесь очень легко это распознают и даже очень подло поступает с вас и деньги возьмут и даже распишутся и даже вынеживаются все время будет у вас деньги требуют дай деньги еще а то пойду скажу дай деньги а то я пойду развод подам и все зачем вам это надо вот такое мое мнение пока